Отечественный блокбастер «Викинг» ставит рекорд. С начала года он собрал почти полтора миллиарда рублей. Кинотеатры Красноярска даже продлевают время его проката. Но так ли хорош фильм, насколько его рекламируют? Разбирался Денис Денисов. Я всё про тебя знаю. Ты сын рабыни. Специально выстроенный для съёмок кинопарк. Эпический сюжет, батальные сцены, спецэффекты. Данила, спаситель русского кино, Козловский на первом плане. И, конечно, огромный по российским меркам бюджет. Всё это «Викинг», отечественный фильм о князе Владимире, крестителе Руси. Агрессивная реклама картины загнала в кинотеатры тысячи россиян. Некоторые даже решили продлить прокат картины. Ну, следующая неделя совершенно точно «Викинг» сохранится в прокате. К сожалению, точно объём сеансов я на текущий день не знаю. Но мы очень довольны, как зашёл фильм, как оценки, насколько они разношёрстные. Это всегда очень круто, потому что фильм, значит, фильм достоин внимания. То есть нужно прийти и оценить самому. Однако таким ли хорошим оказался фильм на деле? Авторитетные порталы «Рунета» говорят, что не совсем. Спустя две недели проката кассовые сборы едва покрыли расходы. Средняя оценка критиков и зрителей на кинопоиске составляет 5 из 10, что соответствует проходному фильму на любителя. В укор картине ставят скомканность и нелогичность сюжета, пустых персонажей, которых понять-то сложно, не то что сопереживать им. И полный провал с точки зрения исторической достоверности. Тот же гнязь Владимир получился безвольным и ходульным. За два часа фильма он не принимает ни одного значимого для сюжета решения. То дружина его поила, то чудо помогло, то просто дыра в сценарии. К слову, исторические неточности начинаются уже на афише. Словом, викинг в описываемую эпоху никто не пользовался. А пришельцев с севера называли «баряги». В итоге «Викинг» породнился с прошлогодними блокбастерами «Отряд самоубийц» или «Бэтмен против Супермена». В том смысле, что основные силы пошли на рекламу, а не на создание действительно хорошего кино. В сухом остатке мы видим большой ажиотаж и более чем спорные ощущения на выходе. Говорят, что он мог выбрать не христианскую веру, а какую-то другую. Он сам решил ее выбрать. Ничего не могу сказать, вот честно. Судя по рекламе, я, честно говоря, может, больше его ожидал. Внимательному зрителю становятся очевидны заискивания викинга перед «Викингами» Канады ирландского исторического сериала и перед сверхуспешной «Игрой престолов». Вот только из этих, без сомнения, качественных проектов наш отечественный кинематограф надергал только грязь, похоть и жестокость, забыв о сюжете, персонажах, а главное – оригинальности. В итоге, вместо ответа «Западу» на экране вышло «Пародия на запад». Денис Денисов, Владимир Фетисов, 7 канал.